Добрый вечер и, как всегда, в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Говорится, не ЖКСами едиными живо наше городское хозяйство, поэтому сегодня хотелось бы поговорить в первую очередь о зеленых насаждениях. А в частности, сегодня мы поговорим о горзелентресте. Что мы хотим сделать? Есть у нас такое ЭТКП, это КП парки Одессы. КП парки Одессы фактически дублирует функции горзелентреста, по многим это позициям. В чем состоит наша идея? Мы хотим объединить парки Одессы с ЭТКП горзелентрестом и сделать это все одним большим КП. Это в итоге будет горзелентрестом, он будет больше, он будет эффективнее и, я думаю, результаты его работы будут намного показательнее. Что бы еще хотелось отметить? Мы обычно говорим о мусоре, о ливневках, о ЖКСах, о люках. А сегодня давайте поговорим о более глобальном, более зеленом и более чистом. Поговорим о наших зеленых насаждениях. В Одессе достаточно много зеленых насаждений. Одесса вообще, как мне кажется, достаточно зеленый город. Я думаю, многие со мной согласятся. И, естественно, мы считаем, что все наши зеленые насаждения в Одессе должен обслуживать и наверняка обслуживает горзелентрест. На самом деле не все так. Это помимо горзелентреста есть и деревья, которые находятся на балансе у ЭТКП парки Одессы. Есть зеленые насаждения и деревья, которые должны обслуживать ЖКС. А есть те зеленые насаждения, которые вообще являются так называемым бесхозом, которые не находятся ни у кого на балансе. Чтобы эту ситуацию как-то изменить, мы уже говорили об этом. Именно поэтому мы и создаем карту зеленых насаждений нашего города. Это будет интерактивная карта. Мы уже об этой карте говорили. Она будет готова в первых числах марта. И уже с момента создания этой карты мы сможем систематизировать эту работу за уходом за нашими зелеными насаждениями. Также в поддержание этой темы хотелось бы рассказать, что организация ЮНИСЕФ сейчас готовит акцию по массовой посадке деревьев. Акция намечена на 20 марта. Всего в мире собирается за сутки посадить 100 миллионов деревьев. В Украине речь идет о этой посадке за сутки миллионов деревьев. И мы, соответственно, не хотим пасти задних. Поэтому сейчас мы готовимся на 20 число посадить не меньше тысячи деревьев силами наших ЭТКП городских. И в первую очередь ЭТКП Горзелен-Трецк. Кто хочет поучаствовать в этой акции и жителям города, то, пожалуйста, оставляйте заявки на сайте нашего департамента, либо в фейсбуке, либо на сайте фейсбуке ЭТКП Зелен-Трецк. Будем всем рады. Ну и еще в дополнение хотелось бы напомнить, что вывоз габаритного мусора в Одессе успешно стартовал и ведется. Эта погода немного внесла, это коррективы. Мы не успели сделать то, что хотели сделать за две недели. Но мы работаем и дальше в этом направлении. Буквально завтра мы запускаем новый майданчик по сбору габаритного мусора по адресу улицы Варнинская, 27. Всем жителям Малиновского, да и Киевского района, которые хотят расстаться с габаритным мусором и некуда его вывезти, это, пожалуйста, с завтрашнего дня завозите, оставляйте. И вы обязательно в подарок получите либо магнитик, либо наклеечку, а возможно и то, и другое надписью «Я сделал город чище». Давайте вместе сделаем город чище и зеленее. На сегодня, наверное, все. Видимся, как обычно, через неделю. До встречи!